Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Свердловской области в полтора раза выросли зарплаты. Власти выступили против привязки пособий по безработице к минимальному размеру оплаты труда. Портал Екатеринбург Онлайн привел данные, по которым за пять лет средняя зарплата в Свердловской области выросла почти в полтора раза. В 2018 году она составляла чуть больше 38 тысяч рублей, а по итогам 2022 года достигла 55 тысяч рублей до вычета подоходного налога. Больше всех в регионе получают финансисты и страховщики. Их доходы за пять лет выросли до 93 тысяч рублей. Металлурги теперь получают не 49 тысяч, а больше 71 тысяч рублей. В то же время в Свердловской области есть работники, чьи зарплаты в разы меньше. Самое бедственное положение у кожевников. Сейчас их средняя зарплата составляет всего 17 тысяч 700 рублей. И производителей мебели 26 тысяч рублей. Если увидев эти цифры, вы подумали, что не заметили роста зарплат, не удивляйтесь. Ведь их очень быстро догоняет инфляция. Если учитывать инфляцию в стране с 2018 по 2022 год, то за пять лет она составила больше 36 процентов. Из приведенных цифр видно, что наименьшие зарплаты получают представители рабочего класса. Самые квалифицированные рабочие, металлурги, получают всего лишь около 70 тысяч рублей до вычета подоходного налога. При этом люди работают в горячих цехах во вредных условиях труда. Такой уровень зарплат способствует только одному – вымиранию рабочих. Специалисты фонда рабочей академии произвели расчет стоимости рабочей силы для Екатеринбурга. По их подсчетам, для нормальной жизни семьи рабочего, состоящей из двух взрослых и трех детей, необходимо около 350 тысяч рублей. Таким образом, нынешняя максимальная зарплата рабочего, металлурга, меньше необходимой почти в пять раз. А для неквалифицированного рабочего с зарплатой в 17 тысяч уже почти в 20 раз – это самая настоящая катастрофа. Чтобы избежать деградации и вымирания, чтобы обеспечить достойную жизнь своим детям и внукам, рабочий класс должен объединиться и дать отпор буржуазии, которая грабит трудящихся. Формула успеха в борьбе рабочих такова. Боевой профсоюз, прогрессивный кол-договор и активные коллективные действия. Министерство труда и социальной защиты выступило против идеи привязать размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда. МРОТ. Это следует из прорабатываемых ведомствам поправок ко второму чтению законопроекта о занятости населения, сообщает РБК. Законопроект, одобренный депутатами в первом чтении, предлагает переравнивать максимальный размер пособия по безработице к минимальному размеру оплаты труда в первые три месяца выплаты и к 50% минимального размера оплаты труда во вторые три месяца выплаты, а минимальный размер пособия сделать равным 30% МРОТ. Минтруд просит ничего не менять и оставить как есть, то есть, чтоб размеры пособий по безработице продолжило определять правительство. Надо отметить, что ни в 2022, ни в 2023 годах пособия не пересматривались. Сейчас минимальный размер пособия равен 1500 рублей, а максимальный – 12700 рублям первые три месяца поиска работы, что меньше минимального размера оплаты труда, который в 2023 году составляет больше 16000 рублей. По данным Росстата, в конце марта 2023 года официально зарегистрированными в качестве безработных в России было полмиллиона человек. Пособия по безработице получали 400 тысяч человек. Похоже, что Министерство труда и социальной защиты пора переименовывать в Министерство Крахоборов. Этот буржуазный орган зажимает каждую копейку и не готовы платить несчастным безработным даже минимальный размер оплаты труда. Мало того, в России есть зарплаты ближе к уровню МРОТ. Например, 17000 рублей, которые получают кожевники в Свердловской области. Так есть еще и зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Конечно же, буржуазный Минтруд не хочет, чтобы люди вместо нищенской зарплаты увольнялись и получали больше. Этот факт лишний раз показывает, что рабочему классу никто не поможет, кроме самих рабочих. Товарищи рабочие, чтобы не влачить нищенское существование на низкооплачиваемой работе или пополнить когорту безработных, объединяйтесь в профсоюзы. Вырастайте до забасткомов и стачкомов. Учреждайте советы и возрождайте советскую власть. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова